Приветствую, друзья! С вами Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как наполнить свою жизнь радостной и позитивной энергией. Прежде всего, важно понять, что наша энергия застреет в каких-то случаях, где мы совершили ошибки, то есть где были психотравмы или энергетические травмы, физические травмы. И вот оттуда важно ее забрать. То есть мы должны отыскать эти случаи и, соответственно, вернуть себе эту энергию. Она застреет, бывает, между людьми, когда мы создаем какие-то отношения, создаем какие-то взаимосвязи. Соответственно, нам тоже нужно вернуть эту энергию от этого человека. То есть важно не разорвать отношения, а понять, что мы передали другому и что другой передал нам. И вот эту энергию как бы распутать, развязать и вернуть самому себе. Вот эту практику, по сути, можно делать в любой момент, когда вы чувствуете, что где-то энергия застряла. То есть практика довольно простая. Что вам необходимо сделать? Вам нужно вновь соединиться с этим человеком и посмотреть, где энергия у вас застряла. То есть в каких случаях. И эти случаи совместно посмотреть на них и пройти. То есть обратиться к этому человеку мысленно, душевно. То есть на телепатическом уровне вместе посмотреть на эти случаи и развязать вот эти кармические узлы, где застряла энергия. И тогда она вернется к вам. То есть эта энергия будет у вас самих и вы будете чувствовать. И она вернется к тому же человеку, к которому она должна вернуться. Точно так же, как вы смотрите самостоятельно. Вот, например, мы делаем практику. Вы смотрите, где застряла ваша энергия, в каком случае. То есть вы двигаетесь в этот случай, возвращаетесь туда, перепроживаете его и возвращаете себе эту энергию. И она исцеляет вас. То есть в каком плане исцеляет? В том плане, что она становится вновь свободной энергией, не застрявшей. Когда энергия застряла, то, соответственно, вы не можете двигаться. Она сковывает вас. И вот эта сковывающая энергия, что она делает? Она как бы закрепощает вас. И вы как в коробочке сидите и не можете из нее выбраться. И когда вы в такой коробочке, соответственно, вы не можете действовать. То есть у вас появляются ощущения страха, появляются панические атаки, болезненные ощущения. И вот я, когда пробжу человека через эти случаи, я помогаю ему вновь вернуться, перепрожить их и вернуть свою вот эту энергию, чтобы она стала свободной. Давайте мы посмотрим, как это происходит. На самом деле мы эти практики делаем на каждой сессии с небольшими изменениями, чтобы увидеть, как работает вообще вот процессинг. То есть практика, которую я, ну скажем так, преподношу, которой я занимаюсь и о которой я рассказываю. Процессинг, удитинг можно называть. То есть суть в том, что мы перепроживаем. Есть практика возвращения, да, называют ее еще регрессией, называют практику перепросмотра. То есть все практики так или иначе есть схожи, но есть и отличия. Самое важное отличие практики, вот работающей, которую я выделил, это что человек, у него происходит восприятие, как есть и принятие. То есть это не какая-то практика, да, она должна быть экологичной, чистой. То есть все должно быть без какого-то воздействия, а именно экологичной, чистой вы смотрите. Вот такой-то случай, он возник таким-то образом. Вы перепроживаете его и вновь состояние у вас выправляется. То есть имеется в виду, что вы проходите через это по новой, в новую единицу времени, но по сути создаете точное воспроизведение, точную копию. И также с другим человеком, у вас что-то, есть какой-то конфликт или какое-то застревание. Вы смотрите на это, смотрите, как это возникло, почему это возникло, и это состояние проходит. Вот таким образом происходит восстановление. То есть восстановление или реабилитация, это процесс возвращения себе энергии. Вот возвращение себе той энергии свободной, которая у вас может быть и которую вы можете использовать во благо для себя и для других. Давайте посмотрим, как это работает, сделаем небольшую практику, и вы увидите на своем опыте, потом сможете применять это самостоятельно, либо в паре с другим человеком. Вот, закройте глаза, создайте пространство для сессии, вот, ну, соответственно, в удобном месте, чтобы вас никто не потревожил. Сядьте или лягте, как вам удобней. Вот, пространство создайте с помощью ваших мыслей, с помощью вашего намерения. Вот, и когда вы создали пространство, наполните его любовью, ощутите себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. Посмотрите, есть ли какие-то застревания энергии в этом пространстве, то есть, возможно, это ваша энергия или ваша энергия с каким-то другим человеком. Вот, отыщите этот случай, там, где она застряла, там, где есть болезненные какие-то ощущения, эмоции, и перепроживите его. То есть, новую единицу времени, как будто вы проходите через это еще раз, и ощутите все ощущения, которые там есть. То есть, удалите оттуда негативный заряд, который там скопился, то есть, путем этого повторного перепроживания. То есть, делайте это один раз, второй, третий раз, пока вы не почувствуете, что негативная энергия ушла. Когда вы почувствовали, что там больше нет негативной энергии, двигайтесь к более раннему подобному случаю, где было похожее вот застревание энергии. Например, вы взяли ощущение какое-то, да, там, где вот у вас застряла энергия, вы почувствовали страх, да, прошли через него один раз, второй, третий. Потом двигайтесь глубже, в такой же случае, там, где было застревание энергии. Итак, вы двигаетесь от более поздних к более ранним случаям, потому что всегда застревание идет от более ранних, то есть, от самого раннего. Если вам удастся найти самый ранний случай, то вот это и есть победа, это и есть исцеление. Поэтому, когда я провожу человека, я ему помогаю найти самые ранние случаи, там, где произошло застревание, и уладить их. И вот таким образом происходит исцеление. То есть, исцелением мы двигаемся глубже, 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 глубже. Вот, и когда мы нашли самый ранний случай, мы его перепроживаем столько раз, сколько необходимо, чтобы оттуда убрать полностью, исчерпать весь негативный заряд. Вот в этом и состоит практика процессинга, которая помогает человеку воспроизвести заряд и убрать его. И тогда наступает исцеление, человек начинает жить счастливой, осознанной жизнью. И самое главное, можно так развязать кармические узлы. То есть, если где-то у вас завязка с другим человеком, то пригласите его, ну, я имею в виду мысленно, духовно, да, если это возможно. Вместе распутайте этот узел. То есть, пусть энергия, да, вот где-то она завязана, а вы эту энергию, которая ваша, возьмите себе, а ту отдайте ему. Вот. И тогда происходит развязка кармических узлов. То есть, не то, что некоторые их как-то так разрубают, говорят, все. А тут важно, чтобы энергия деликатно взять себе свою энергию, а человеку отдать его энергию. И вот тогда происходит развязывание кармических узлов и практика исцеления. Вот. Сделайте ее с любым человеком, который вам близок. Это могут быть ваш муж, жена, там, дочь, сын, даже мать, отец. Ну, то есть, с кем вы чувствуете, да, с тем и сделайте. Там, партнер, с которым вы, там, расстались, например, завершите эти взаимодействия, чтобы произошло исцеление. И тогда вы почувствуете свободу. Вот. Свобода – это и есть то, что происходит в результате процессинга. Вот. И то есть, освобождение – это постепенный путь развязывания вот этих вот негативных зарядов и освобождения от них. То есть, это когда вы энергию возвращаете себе. Вот такие практики можно делать самостоятельно, с напарником. Либо, если есть желание обратиться ко мне, я провожу процессинг уже в течение 20 лет и помогаю людям избавиться от негативных энергий и вернуть себе состояние счастья, гармонии, уверенности и действовать осознанно по жизни. Вот. В этом и есть моя цель, моя миссия, которую я осуществляю. Поэтому, если вам это интересно, то напишите мне в личные сообщения. Все мои контакты указаны будут под этим видео. Быстрее всего я отвечаю в Viber, но можно писать в любой соцсети, которая вам удобна. И мы сделаем бесплатную консультацию и сессию процессинга, где я помогу вам справиться с вашей ситуацией. Вот. Также я провожу обучение основам жизни, это курс преодоления подъема и спада в жизни, где я помогаю справиться с подавлением. И курс достоинства и целостность личности, где я помогаю человеку выйти на новый уровень и убрать из жизни те вещи, которые негативно влияют на него. То есть это проступки, утаивание и так далее. Также я провожу программу очищения, которая помогает человеку очистить организм, тело в целом. И помогает ему убрать те, скажем, вещества, которые у него накопились в теле. Это алкоголь, лекарства, наркотики, радиация и тому подобное. Все, что мешает ему. Это очень важный этап на пути духовного роста. Вот. Потому что духовный рост это шаг за шагом. Вот то, что я говорил в одном из своих видео. Мозг к полной свободе, который дает возможность человеку шаг за шагом освободиться от вот этих негативных зарядов, которые его сдерживают. И достичь состояния спокойствия, гармонии и счастья. Вот в этом моя цель. И это моя миссия. Поэтому если у вас есть тоже желание освободиться, то пишите мне в контакты. Они указаны под этим видео. Также, если видео вам было полезным, поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, включите колокольчик, как напоминание о новых видео. И, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями. Я уверен, оно тоже будет им полезно. Также в описании две моих книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление». Вот. Можете их прочитать, скачать по ссылкам в описании. Сейчас у вас на экране появится парочка видео. Это о том, как изменить судьбу и практика проведения процессинга счастья. Вы можете их тоже посмотреть и применять в своей жизни. Они очень полезны и помогут вам в улучшении понимания процессинга и высцеления. Также подписка на мой канал, мой сайт. Заходите. Буду рад вас видеть. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это проект Академии счастья. На сегодня будем заканчивать, друзья. Вам в гармонии и счастье. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok